В эфире на Вести FM 103, Дагестанское радио. Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире Росгвардия и у микрофона Канила Макаева. Наш сегодняшний гость, заместитель начальника управления Росгвардии по республике Дагестан по работе с личным составом, полковник Натик Балабеков. Натик Назирович, так как вы работаете с личным составом, мой первый вопрос, конечно, как проходит отбор в ряды Росгвардии. По работе с личным составом, полковник Натик Балабеков. Так как вы работаете, в первую очередь, с личным составом, у меня такой вопрос, как проходит отбор в ряды Росгвардии? Добрый день, уважаемые радиослушатели! Начнем с того, что комплектование территориального органа Росгвардии по Дагестану осуществляется за счет военнослужащих по контракту, сотрудниками работников, каждой категории из которых установлены различные эквиваляционные требования, определенные, в частности, законом о порядке прохождения военной службы, о службе в органах внутренних дел, Трудовым кодексом Российской Федерации для военнослужащих и сотрудников не старше 40 лет, у которых отсутствуют медицинские противопоказания, судимость. Необходимо наличие образования не ниже средне-специального. Кандидаты, поступающие на службу, подвергаются испытанию на предмет определения уровня физической подготовки, нормативов, которые определены приказом директора Росгвардии, а также проходят профессиональный психологический отбор, в том числе с использованием специализированной оборудованной, то есть в народе, как говорится, это полиграф. Представленные кандидатами документы и сведения подвергаются тщательной проверке, в том числе по учетам и во взаимодействии с Федеральной службой безопасности России, с Министерством внутренних дел при Службе Дагестан и с отделом собственной безопасности самой уже Росгвардии. По результатам проверок и испытаний с учетом заключения военно-врачебной комиссии и личного поручительства действующих сотрудников правоохранительного уровня, полномоченного руководителя принимается решение о приеме, либо отказе приема на службу. Кстати, буквально это и в Министерстве внутренних дел, и в Росгвардии. Для Министерства внутренних дел это около 10 лет, для Росгвардии, естественно, 3 года. Как такое существует, стал институт поручительства. То есть, что это означает? Значит, сотрудник, проходящий службу, либо военнослужащий, не менее 3 лет, то есть на тех или иных должностях, он поручается за молодого кандидата в письменном виде, что он гарантирует, что он будет проходить службу как минимум на хорошо. Все-таки очень много вопросов. Насколько проверяются кандидаты? Значит, если взять соответственно 342-го федерального закона, в частности, если мы принимаем на службу в Росгвардии, составлять полицейские, 3 месяца плюс 1 месяц. То есть не более 4 месяцев мы должны осуществить, подготовить те или иные материалы для принятия его на службу. То есть конечный результат, у нас должен быть приказ о назначении. Если, естественно, по тем или иным физическим данным, то есть физиологическим, он нам не подходит, естественно, мы также, в любом случае, заявителю даем ответ. Либо о приеме на службу приказом, либо всему ответе об отказе. Надик Назирович, управлением Росгвардии большое внимание уделяется укреплению и поддержанию воинской и служебной дисциплины. Как проходит организация информационно-воспитательной, психологической, военно-социальной, культурно-досуговой работы в войсках Национальной гвардии по Республике Дагестан? Давайте так. Я отмечу, что в 2019 году в Росгвардии, да и в целом Министерстве обороны, Верховным главнокомандующим Владимир Владимирович Путина, объем годом воспитательной работы. Что это означает? Воспитательная работа проводится посредством проведения занятий по морально-психологической подготовке, в рамках которой доводятся общие принципы, нормы, поведение сотрудников и военнослужащих. Осуществляется собрание личного состава, проводятся беседы, индивидуальный характер, мероприятия по профилактике правонарушений, информационные мероприятия, посвященные памятным датам и дням воинской славы. Организуется досуг сотрудников военнослужащих и членов их семей. На что основное внимание мы уделяем? Это направлено на организацию досуга и отдыха сотрудников военнослужащих и членов их семей в интересах всестороннего удовлетворения их запросов. Организовываем мы посещение театров, выставок, спектакль, экскурсии. Здесь можно очень много перечислять, сколько было сделано и сколько еще предстоит сделать. Также был проведен праздник ко дню защиты детей, с уречением подарка. Вот вы не поверите, на базе второго отряда, ну так мы его называем, а это ОМОН по городу Каспийск, нам было приглашено около 700 детей. Вот представляете, 700 детей на базе. Там мы выставляли, имеющие на вооружение спецоружие, технику. Детям это интересно. И, естественно, мы всех 700 детей, мы их накормили. То есть кухня, вот солдатская кухня. На сегодняшний день мы видим эти глаза. Когда заканчиваем это мероприятие, они обязательно ждут следующего года или следующего мероприятия, как бы опять к нам прийти в гости. В принципе, все мероприятия проходят по календарному плану. Да, вы правильно заметили, что есть такое понятие, календарь социально значенных мероприятий. И сотрудники, и военнослужащие управления принимали участие. Вот таких вот, заметьте, я просто пару сейчас вам приведу примеров. В частности, вот, например, 14 февраля. Это открытие, экспозиция «Память Афганистана», посвященное 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана совместно с работниками музея «Боевой славы», «Махачкин парки дружбы». В апреле месяце всероссийские автопробеги в акта памяти «Сыны Великой Победы 2019», прирученной к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В мае всероссийская акция «Георгийская ленточка». Это мы знаем, мы все это принимаем, как и сотрудники военнослужащих, так и граждане в целом в нашем государстве. Само на 9 мая это «Бессмертный полк». В июне «Свеча памяти». Я могу долго перечислять, но поверьте, Росгвардия именно одна из тех структур правоохранительных, которые полностью взаимодействуют с населением, со всеми гражданскими организациями. Мы взаимодействуем. Управление Росгвардии проводит также социального характера акции. Давайте тогда акции социального. Вы правильно тоже замечаете, что у нас с 28 октября по 20 декабря всего года с подразделениями воинских частей Махачкалинского соединения спланированы и проведены, и будут проводиться ряд акций. Это как знаменит наш Калашников. В этом году ему исполняется 100 лет. Столетие со дня рождения гениального изобретателя всех времен КГЦ и народа. Акция 250-летия со дня рождения первокомандущего внутренней стражи генерала Комаровского. То есть, сказать простыми словами, благодаря Комаровскому было создано нынешняя Росгвардия. Наша цель является созданием положительной имиджи, популяризации войск среди гражданского населения, детей, молодежи. Для чего будут далее организованы выезды дома культуры, учебные заведения, подшипные школы, где организуем мы демонстрацию фильмов, знакомим с жизнедеятельностью Калашникова, опять же, графа Комаровского. Размещаем в местах проведения акций РЛАПов, там, Всеволика, ведомств. Ну, опять же, я же говорю, можно об этом очень долго говорить. Вы большую работу ведете также с подрастающим поколением? Встречаетесь в школах, в вузах, вот насколько я знаю. С какими вопросами обращаются к вам молодежь? Что им интересно? Ну, смотря возраст тоже, какой молодежь. Как я ранее сказал, что мы также посещаем, вот у нас совместно соглашение с Минобразованием, с Минкультурой. У нас очень много подшипных школ. Очень много. В каждом городе. То есть, у нас есть там свои подразделения. В году, это бывает практически на каждом мероприятии, мы посещаем, проводим. Сейчас, например, вот наш руководитель, герой Российской Федерации Багачилов, заострил внимание, чтобы мы именно не 10-11 класс, да, а вот именно 7-8 класс. Вот когда еще вот его разум, вот 10-11, он уже знает, куда, в принципе, он пойдет поступать, да. А вот 7-8-9 класс, вот этот, который перед поступлением либо среднеспециальный будет в вуз, либо он дальше будет продолжать поступить выше. Вот с ними, да, мы проводим постоянно. Какие вопросы они нам задают? Трудная ли служба в Росгвардии? Ну, естественно, молодежи мы стараемся объяснять, что да, есть свои трудности, да, есть свои там, где-то, может быть, тяжело в быту первое время. Но в социальном плане у нас целые законы есть, где обеспечивают жильем, как временным, так и постоянным жильем. То есть, интересно детям про оружие эти разговаривают. Ну, в этом плане мы также работаем. Говоря все-таки вот о личном составе, что вы можете пожелать тем, у кого есть, как бы, желание работать в Росгвардии, но, возможно, не хватает то ли смелости, то ли каких-то навыков? Ну, пожелать одно – набраться смелости, прийти в Росгвардию. У нас есть такая служба отдел кадров, где осуществляют прием. Поверьте, мы ни одного не оставляем без соответствующего разъяснения хотя бы. Вот они приходят и говорят, мы хотим поступить на службу. Да, законом это, можно сказать, не возбраняется без прохождения воинской службы, да, поступить на службу. Но я всегда привожу пример тому же самого. Вот вас, например, в месяц приходит до 30-40 человек, чтобы поступить на службу. Из 30-40 человек давайте мы сделаем так. Половина будет лица проходящего воинской службы, срочной службы, а половина, которые не проходили. Естественно, вы, как работодатель, будете акцент ставить на тех, да, вот кто. И многие, вот на нас тоже есть, кто обижается, мы говорим, слушайте, не обижайте. Мы вам поможем, вот особенно генерал Балачилов, это акцент ставит, мы вам поможем направить вас в армию, срочную службу. А служите, пожалуйста, приходите, мы вас примем. Опять же, как я ранее докладывал, которые мы вам предъявляем, эквалиционные требования гражданину, чтобы они соответствовали, естественно будет, да. И еще, в отличие, так скажем, от других ведомств, у нас практически нет текучести. У нас практически нет текучести. Я не буду сейчас процентом апеллировать, вам это все равно не даст, но у нас, я вам скажу, тут спецпотребление, у нас нет ни одного вакантного места. Вот делайте сами выводы, уважаемые радиослушатели. Вам спасибо, Игнатик, анонсируйте за то, что пришли. Спасибо вам, удачи, до свидания. А для радиослушателей напомню, услышали передачу в эфире Росгвардия. У нас сегодня в гостях был заместитель начальника управления Росгвардии по Республике Дагестан по работе с личным составом полковник Игнатик Балабеков. Вела беседу я, Камила Макаева, звукорежиссер Умината Лива. Всего доброго, до свидания. Гражданский мир, стабильность и покой, Борьба с террором, ложью и насилием. Мы стали все единою семьей Национальной гвардией России. Если нужно пройти сквозь огонь Мы не отступим, нам честь дорога Ведь мы мечтали о службе такой Свою страну защищать от врага Росгвардия! Законность и оплот Росгвардия! Гарантия свобод Родную страну и великий народ Росгвардия не подведет! Родную страну и великий народ Росгвардия не подведет! Нас защитит надежная броня И верный друг всегда прикроет спину Мы служим честь и преданность края И в мирный час, и в трудную годину И если нужен мгновенный отвор Нас не пугает сердечная схватка Спецоперацию антитеррор Ведут отряды войск, права, порядка Росгвардия! Законность и оплот Росгвардия! Гарантия свобод Родную страну и великий народ Росгвардия не подведет! Родную страну и великий народ Росгвардия не подведет! Семье героев безмерно горожат Краня закон Российской Федерации Мы вновь идем в болезнию ножа По острым граням контр-операции Мы защитим свой мирный уклад От терроризма и от темной силы И в честь победы выйдем на парад По славу нашей Родины России Росгвардия! Законность и оплот Росгвардия! Гарантия свобод Родную страну и великий народ Росгвардия не подведет! Родную страну и великий народ Росгвардия не подведет! Росгвардия не подведет! Росгвардия не подведет!